В атомных городах страны завершился Всероссийский просветительский марафон «Культура Росатома». Конкурс проводился с марта по август. В течение этого времени участники выполняли задания творческого состязания о городах-партнерах. Итоги подвели в формате телемоста в библиотеке имени Маяковского. Саша Макаркин во Всероссийском просветительском марафоне «Культура Росатома» принимал участие впервые. Его работа, в которой он рассказал про Новоуральск, стала победителем. Все свое свободное время мальчик проводил в библиотеке Маяковского, изучал нужную литературу и писал по ней сочинения. Работу о Новоуральске мне помогала писать мама. Мне очень понравилось участвовать в конкурсе. На следующем году я тоже буду в нем участвовать. Победительницей марафона стала и Анастасия Барабанова. Девушка сняла собственный фильм про Новоуральск. Работала над проектом Настя больше трех месяцев. Подобрать материал ей не составило особого труда. Сложнее всего было смонтировать видео. Я, конечно же, очень рада тому, что я стала победителем. Мне очень приятно, мне понравилось. И участвовать это круто, здорово. Это мой второй марафон. И я стараюсь участвовать во всех марафонах, акциях, которые предлагает библиотека Маяковского. Во Всероссийском просветительском марафоне «Культура Росатома» приняло участие более 30 человек. Большинство из Сарова. В каждом городе жюри отбирало пять лучших работ по нескольким критериям – по наполняемости, по творческому подходу и оформлению. Саровчане отвечали на 10 вопросов о Новоуральске. Новоуральск отвечал на 10 вопросов о Сарове. Вообще, это была идея Новоуральска. То есть, они нам предложили поучаствовать. Мы откликнулись с удовольствием. И вот уже второй марафон у нас проходит. Будем надеяться, что пройдет так же удачно, как и первый в 2016 году. В этом году сотрудники библиотеки наградили победителей марафона в прямом эфире через скайп. На связи были все участники из Новоуральска. Каждому марафонцу вручили диплом и памятный подарок.